Здравствуйте! В эфире в центре внимания в студии Евгения Монакова. 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. О том, как потребители насколько хорошо знают свои права, как они защищают, поговорим сегодня с помощником руководителя управления Роспотребнадзора Паморской области Натальей Рауфовной Соболковой. Здравствуйте! 15 марта это дата, которая учреждена, она уже не первый год, мы говорим об этом, но тем не менее лозунг этого праздника ежегодно меняется. В этом году это рациональный потребитель. И тема выбрана не случайно, потому что проблемы с экологией, проблем очень много. И наша разумность потребления, конечно, очень сильно влияет и на наше благополучие, и на благополучие, наверное, всего окружающего нас в мире. Очень много направлений здесь и раздельный сбор мусора, что является действительно серьезной проблемой в нашей стране. И правильно рассчитать свой семейный бюджет, это тоже разумность потребления. И очень серьезно, и правильно сделать покупки, это тоже разумность потребления. Поэтому здесь, конечно, сфера вот такая вот очень широкая, и очень много тем, которые можно обсуждать в этот день. Но тем не менее, есть у нас итоги года, я так понимаю, которые вы тоже ежегодно подводите к этому дню, которые говорят о том, что потребителям, конечно, еще все-таки не очень грамотные. Верно? Ну, действительно, вот как бы мы ни старались, как бы мы ни хотели просветить наших граждан, у нас есть замечательный информационный ресурс в интернете, ЗПП Роспотребнадзор, где размещены памятки, образцы исковых заявлений, образцы претензий, судебная практика, которой можно пользоваться и заниматься, скажем так, самообразованием. Да, ну, тем не менее, вот число обращений к нам ежегодно растет. Ну, вот я назову, в принципе, те обращения, которые поступили в общем в Роспотребнадзор, в наше управление, только на горячую линию. В 2019 году обратилось 10,5 тысяч человек. Это, конечно, консультирование различных жизненных ситуаций, но, тем не менее, хорошо, что они обратились, потому что это опять информирование и просвещение. Около 3 тысяч письменных обращений, ну, половина из них по вопросам защиты прав потребителей, вторая половина, конечно, по вопросам санитарного законодательства, но они все равно не связаны друг с другом, потому что благоприятные условия проживания – это тоже, как бы, защита наших прав. То большое количество проверок, вот в этом году у нас было 1700 проверок и около 2400 протоколов в административных правонарушениях. То есть понимаем, что все равно нарушаются наши права. И изъято из оборота 9 тонн некачественной продовольственной продукции, 4,5 тысячи детских игрушек, около 700 изделий низковольтного оборудования. Это в Амурской области? Да, это только я про Амурскую область говорю, я не говорю про всю страну, я не говорю, я говорю только про нашу Амурскую область. Действительно, проблем очень много, но, тем не менее, люди становятся грамотнее. Но я так понимаю, что они обращаются с какими-то жалобами, стали уже понимать, куда обратиться, что у них есть права эти, и, значит, можно и воспользоваться этим правом. Да, очень многие жалобы разрешаются как раз на уровне консультирования и, допустим, рекомендации обратиться с письменным заявлением к продавцу для того, чтобы была разрешена ваша конкретная ситуация, либо к исполнителю услуг. И зачастую правильно и грамотно составленная претензия – это 100% успеха. То есть сразу проблема решается. Многие проблемы, конечно, решаются и тогда, когда мы уже вступаем в проверку по обращению потребителя. Я хочу еще раз напомнить, что основанием для проведения внеплановой проверки служит обращение потребителя, но подтвержденное доказательствами того, что он обращался, а продавец либо исполнитель не удовлетворил его требования. Здесь мы можем выходить на проверку, но когда мы выходим, и это тоже такой определенный рычаг, да, и, в общем-то, проблема сразу разрешается в большинстве своем. Ну, а нет тогда уже суд, судебная защита. Наталья Рауфовна, ну вы такие цифры действительно привели по изъятию некачественных товаров, да? Я так понимаю, что проблема в основном и жалобы поступают на продовольственные товары или же нет? Вы знаете, жалобы на все, да. Ну, понятно, что мы больше всего пользуемся услугами торговли, это каждый день, и поэтому понятно, что жалоб на торговлю, наверное, больше всего. А вот услуги кредитные, казалось бы, да, ну тоже очень много обращений, и связаны они, конечно, с навязыванием дополнительных услуг по страхованию. Поэтому внимательно, если берете кредит, ну просто, внимательно прочитайте, вернитесь домой, подумайте, обсудите. Позвоните нам на горячую линию 20-20-20, получите консультацию. Действительно ли вот вам на таких условиях необходимо брать кредит? А может быть, можно как-то решить и взять на других условиях, гораздо с меньшими процентами? Наталья Равловна, мы действительно уже столько говорим и про кредитные организации, да, и про микрокредитные, про мошенников всевозможных, которые тоже оформляют документы. Я так понимаю, поток этот, он не иссякает до сих пор, да? Ну, различные. Я не могу сказать, что это мошенники, потому что сказать, что человек-мошенник может, наверное, только правоохранительные органы, и после того, как он будет привлечен к уголовной ответственности. Но вот такие способы взымания денег с населения, да, они существуют, они, конечно, меняются, и больше всего им подвержены, конечно, люди возрастные, когда их приглашают на различные мероприятия, на презентации каких-то там то кастрюль, то каких-то там накидок на кресло, прямо вот прям божественных, которые вылечат вас от всех болезней после того, как вы посидите на этой массажной накидке. Ну, стоит она, да, вам дарят подарки, и понятно, что сразу человек, ну, подарок бесплатно, там, подушки какие-то, одеяла, нужны ли они вам вообще? Очень падким, да, на подарки. Да, и люди, не понимая, что делать, подписывают кредитные договоры на сто там с небольшим тысяч, ну, это же просто большие деньги, и когда приходят домой на следующий день, вот прям протрезвев, понимают, что же я сделал, везде стоят подписи, потом доказать, что ты действовал под влиянием заблуждения очень сложно, поэтому вот если приглашают куда-то на какое-то мероприятие, в котором вы не уверены, не знаете этих людей, которые вас приглашают, вот документы ни в коем случае не брать, не брать паспорта. Да, вам предлагают, вы придите к нам на презентацию, возьмите паспорт. Зачем? С какой целью на вашей презентации мне нужен паспорт? Да не нужен мне ваш паспорт. То есть в любом случае, с любой мыслью лучше как минимум переждать. Понятно, что нас не все смотрят, да, но все, кто смотрит, проговорите, пожалуйста, со своими родственниками, со своими знакомыми и сделайте им такое вот прямо наставление. Вот мы работаем с ассоциацией пожилых людей, Благовещенские, к тому же они все-таки у нас, знаете, прям стойкие бойцы, они 10 раз спросят, кто, куда и зачем, прежде чем сделать. То есть никуда не деться, понятно, что мошеннические схемы, они всегда будут возникать, надо понимать, как себя в этом случае вести, но как минимум позвонить на горячую линию, правильно? Да, 20-20-20, позвоните и спросите, а вот, вы знаете, меня приглашают туда-то, стоит ли мне пойти, а не будет ли там чего-то? То есть вот, ну, телефон наш рабочий, вот этот 20-20-20, он работает ежедневно, даже в выходные дни, но в будни он работает с 9 до 18, а в выходные с 10 до 17 часов. Поэтому звоните, и мы вас проконсультируем, если не сможем проконсультировать, то оставляйте телефон, перезвонят вам специалисты, и все равно ваша проблема как-то будет разрешена. Наталья Рауфовна, вы сказали уже про информационный ресурс, да, где действительно бесплатно можно узнать всю информацию, давайте тоже направим людей, какой есть портал, насколько легка там навигация? Навигация очень легкая, зпп.роспотребнадзор, английскими буквами, зпп.роспотребнадзор, там несколько разделов, есть разделы памятки для населения, есть образцы документов, там очень все просто, очень доступно, вот никаких космических знаний, просто, ну, вот нормальное понимание, уметь читать и нажимать на кнопочку. Ну, я так понимаю, количество тех, кто пользуется ресурсом, растет ежегодно? Действительно, там очень много, и главное, что очень много информации, она постоянно пополняется. Ну, в общем, я так понимаю, что мы приблизительно хотя бы обозначили круг проблем, которые сейчас актуальны, надеюсь, что нас услышали те, кому эта информация была действительно необходима, поэтому, Наталья Рауфовна, вам огромное спасибо, что вы пришли к нам в студию. Я напоминаю, что сегодня с гостях была Наталья Рауфовна-Саблук, помощник руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области, вы смотрели программу «В центре внимания», до скорой встречи в эфире, будьте здоровы и счастливы! Продолжение следует...